Дай, не пойду. Ты пойдешь на массаж? Нет, не пойду. Ты сказала, ты здесь будешь сидеть до утра. Нет, не пойду. Дай, покажу бокалы. Выходи сама в эфир. Я не выйду точно. Потому что они думают, что я не хочу. Выходи сама. Сейчас 100 человек уже. Выходи. Не надо было. Не надо было. А что, ну кого-то я показала. Мама, сейчас столько человек в эфире. Поздоровайся со своими подписчиками. Это я показала свой бокал, это не мама. Не надо показывать свой, не мой, не свой. Никакой. Надо мной не надо шутить. Нет неприятного. Здрасте. Отстань от мамы. Видишь, как будто все простоют. Да вы знаете что? Она поставила, взяла пустой бокал мне. И мне это стало неприятно. Чтобы люди не говорили. Вот я сижу там. Вот себя жалко все. Да, вы дайте ей вздохнуть. Нет, меня не жалко. Мне просто не надо надо мной вот так шутить. Вот Маша. Машуль, как дела? Спрашивай. Машуль. Вот как дела. Все, сейчас я опять себе. Здравствуйте всем. Здравствуйте. А ты, Мадина. Абдулаева 95. Вообще пропала. Мы сидим сейчас. Я тебя обижаю. Столом в жюри. Нет, ничего не обижает. Сейчас покажем конкурс красоты. Да. Сейчас мне будет модели депилировать. Там, в общем, как... А, я не могу вам даже перевернуть. Сейчас покажу. Кирилл, ты куда? Вот, смотри. Вот, смотри. Это фотограф. Очень известный фотограф. И у него, знаете что? Дома живет волк. Волк. Представляете? Это правда. Да. У меня дома живет волк. Да, волк. И его... Мы так рады, что познакомились с ним. Потому что его дочка психолог. И мы уже заебались видеть твою рожу обколоту. Сейчас мы заблокируем этого человека. Я сразу. Во-первых, она совершенно не обколотая. Ну и правильно, что Маша заблокировала. Она в модельном бизнесе была еще где-то. Маша, какая-то ошибка. Ты не заблокировала. Чё ж ты? И вдруг. Ладно, какие вы молодцы, что это на все время на отдых. Так это не отдых. Это... Что? Это не отдых. Мы опять... Это мы пришли. Машенька пришла сидеть в жюри на конкурсе. Вот, вот. Подожди. Убери. На минуточку. Заня баллокируется, что... Подожди. Ну вот, если что. Нет, да тут не проходит. Все. Мадина пишет, что это вы пропали. Маша вторая. Здравствуйте. Так, и дальше. Здравствуйте, сирота. Я попросила помощи еще вашей дочке. А ты мне тоже помоги, пожалуйста. Ну ладно. Я попросила вас снять. Она... Знаете что? Вот сегодня я слышала сама, как кто-то в эфире просил, говорит, вы всем помогайте, помогите и мне. Ну вот, во-первых, ну Маша действительно она помогает. И она много очень... Помогает девочкам, больным антракциям. И поэтому... Так, обняла вас. Иночка, спасибо. Я всегда вас... Вот. Вы знаете что? Обязательно, Мадина, передам по мне. Привет, Машу Леониду Дмитриевну. Мой альбома, мой, который мне обещал. Собирала по машине. Вот. Вы знаете что? Это я. Обещала. Вот опять вы начинаете поднимать тему. Я вот сейчас вам скажу и больше не буду. Это я обещала. А Маша тоже очень много своих обещаний делает. Она не знала, что я обещала. Так. Ой, спасибо, Машенька. Машенька, кто-то тоже просит тебя. Да нет, Машенька, ну, ладно, потом с Машей выйдете потом. Так. Привет из Крыма. Привет. Сегодня у моей невестки, ну, не невестки, а как бы у сестры, у родной сестры Маши, но у папы, моего как мужа, день рождения. Вот. Вот. Если галочка, если ты меня видишь, мы тебя все поздравляем. Инесса, привет, дорогая, как вы. А, Инесса, здравствуй. Здравствуй. Да вот сидим. Скоро начнется конкурс красоты. Машенька в жюри сидит, и мы ее ждем. Маш, тебе пишут спасибо за духи. Наконец-то в эфире. Юлечка, здравствуйте. Расскажите, что у кого что происходит? А сегодня или когда? Встали, снег шел уже, все крыши были в снегу, было очень холодно, и уже надели тепленькие, ну, как это называется? Ничего нет. Вам кто-то что-то, и вам как же нет? Как кто вам что должен, ребенка рожали, и чем думали, не знали, что ему костюм нужен будет. Вы знаете, вот мне сейчас рассказали, что в Израиле люди приезжают в Израиль, и там можно вот даже одеться, просто походить по улице, одеться, лежат на лавочках вещи хорошие. И человек любой может взять, и что ему подходит, и ходить, даже на первое время, пока вот ничего нет. Вот хорошо бы у нас так же было, ведь очень много, у кого дети маленькие, они же эти вещи не носят. Выносили бы тоже эти вещи, как вот я выношу тоже на улицу, там и тухли недавно вынесли, одежду выносила. Когда вот Инесса, да ей большой привет, привет с Лурманска. Вы знаете, вот правда, вот пишут, что Маша делает подарки от сердца, и с добром, и спасибо за это. Она делает ей подарки, всем она, понятно, не может делать. И если я что-то за Машу пообещала, конечно, я, наверное, была не права, потому что она уже тоже много чего делает, и вы знаете, недавно у Маши попросили прислать на кухонную гарнитур. Ну вот я тоже думаю, ведь, ну вот тогда кому-то послать эту кухонную гарнитур, а другие тогда ничего вообще не получат. Я рада вас видеть, я тоже. Привет из Самары, привет из Шостакова, спасибо. Прекрасного вечера, дорогие. Маша, ну ты можешь отойти в стороночку, хочешь? Ну тут же мне, ты же мешаешь, все же слышно мне. Я тоже не могу, мы разговаривали. Я хотела вам показать, вот когда начнется конкурс, чтобы посмотрели девочек, но он, наверное, не получится, у меня вот садится нещадная зарядка. Вот смотрите, опять у Маши будет, она не то, что вот берет и раздает каждый день подарки, это будет вот такой период, когда... 27 ноября. Вот 27 ноября, у нее опять будет, она опять, ну вот смотри, если опять не всем это, возможно, не всем, у Маши не даже. А то, что просто подписаться. Как перевернуть, чтобы потом показывать эфир, вот скажи. я не показываю. Все переворачивают такие. Да, вот кого-нибудь давайте спросят. Кто это? А, вот это у нашей девочки. Лина, где она? Нет, у нее нет, вот это Лина. Она крутой фотограф, может быть, она знает. Она может знать, тут крутой очень фотограф девочкой. Скажите модели, ну вот пока не могу показать, потому что они еще не ходят. Привет, Скубани, привет. Вы скучали, Олечка, про Светлова. Здравствуй. Да, вот он правильно пишет. Вы знаете, что я вам скажу? А вот я, когда растила Машу, мы с отцом растили, наверное, я во всем себе отказывала, и мы всегда Машу одевали платья, ты ей купим, и туфельки. Она же еще у нас выступала, и на скрипке играла, и мы должны были обязательно покупать ей что-то. Все, уже в лицо смотри. Я поесть сейчас, закажу? Поесть? Ты хочешь поесть? Мы пришли сюда, Маша мне сразу суп заказала, а себе заказала какой-то потрясающий. Света, шампунтная. Нет, ты что, я ничего не буду. Руку поцелуй, пожалуйста, руку, руку поцелуй. Добрый вечер, привет с Германией, привет, Оля. Здравствуйте, Ольга Дмитриевна, Ирина Аминова, здравствуйте. Я в Самаре жила, очень хороший город, скоро вернусь сюда, обратно. Мама, моя любовь, любовь. Маша, моя любовь. Маша, моя любовь. Ты вынуждена выйти из эфира. Маша, а зачем ты? Я просто, что Ваня. Я только хотела сказать, она вот так Ваню своего целует. Да, вот так, смотрите, беру вот так, а сейчас не надо. Я просто обниму. Не лезут, Маша, не сидит. Обниму, обниму. Ты такая, ты как Ванечка. Такая же маленькая, беззащитная Кутя. Кутенок. Такой только блондинистый. А Ваня шоколадный. Ну все, Маша. Красавица, моя любовь. Моя любовь. Моя любовь. Маша здесь, да, детство, что уж говорить, талантище. Это правда, Юлечка, это правда. Пусть ее не перевозят. Кто-то говорит, я буду. А, Наташа Гриневич говорит, Ваня, я буду шампанское. О, дочь, да. Дочь, у меня две бутылки здесь закрытые. Нет, это открытые. А я хотела показать, что закрытые. Вот та закрытая, скажи закрытая, это уже в этой бутылке чуть-чуть отпит из этой бутылки. Кто-то ехал, Юля говорит. Это приступы. Нет, невролог не поможет, психиатр только. Здесь случай тяжелый, дочь. Спасибо, конечно, но это уже только психиатр. Они отказываются меня брать. Я прихожу, начинаю говорить, заморачиваю мозги, и они понимают, что помощь им тоже нужна. Слушайте, это я рассказываю. Когда Маша заболела анорексией, ну и вот мы пришли. Еще, нет, или она уже не заболела. Вот я не помню, в момент мы пришли куда-то, к психологу, к диетологу. Я, ребят, она, слушайте, говорит, или она еще не заболела, мама не понимает, что с детства уже болела. И мы пришли к диетологу. И она, и Маша начинает ей жаловаться, вот смотрите, я вот ем. Она говорит, простите, а что вы едите? И она так тщательно стала спрашивать, вот этот диетолог, а что, Маша елышка, так похудела. Она просто ее, прямо вот, говорит, давайте. И она с ней вместо, там, сколько-то времени, она беседовала и беседовала, я уже не знала. Маша говорит, веселится. Так хорошо, это Маша цвет волос. Да, здравствуйте, Оля, здрасьте. Вот. Вот, Голлаева. Так это выглядит шагон, это она еще без фильтров. Подожди, давайте я фильтр поставлю. Маша, подожди, вот смотри, вот. Не надо. Вот сейчас, сейчас не вас... Кого? Нет, это вот наша, Мадилочка. Как мне? Где она? Она уже ушла. А где она? Вот, как переворачивать камеру. Как? Я научилась. Теп, ты что-то нажала. Макс, не надо меня жалить, я очень счастлива. Спасибо, что... Маша, да, Маша, мы делай опять то, что ты сейчас сделай. Правда? Да нет. Сделай вот то, что ты сейчас здесь. Ну, мы же потеряем сейчас. Я уже потеряла где-то. Просилась прям-то. Блин, как-то я сейчас сделала. Я научилась фильтры сделать. Вы знаете, она просто... Я научилась переключать камеру только что. Маша, где вот теперь? Где теперь, что искать? Шикарно выглядите. Какие-то блестки сделала. Суки. А? Брус. Почему? Не знаю, почему это... Как кто это пишет? Вот это, смотри. А? Вот, прочитай. Только про себе. Прочитай, говорю. Вот это, прочитай. Ты кого? Маша, вот это. Вот смотри, вот это, прочитай. Ребят, я... Фея... Не говори сейчас. Фея начнет... Да нет, посмотри. Фея начнет, а? Фея начнет работу 27-го. Дочь, поверь, кому-то, может, на шампусик важнее, чтобы человек с собой не покончил. Кому-то это бывает, поверь, важнее, чем курточку купить. Но вот так бывает. Она же так плохо морально, что если ты не выпьешь, то сдохнешь. Поэтому я подумала, что не надо. А в следующий раз тебе повезет. Все, тиграшка умер. Что? Тише, ой, смотрите, у Веснушки был такой кот замечательный. Ты что, шутишь? Тиграшенька. А почему его нет больше? Потому что почки эти, говорит, люди за почками. Подожди, Инна, как нет? А что с ним случилось? Ой, такой кот был добрый, красивый, красивый. Ну все, ладно, все. Инночка, ну мы сочувствуем тебе. Маня спать хочет. У нее язык вообще не заплетается. Никогда. А вот я единственное могу за плохие комментарии вас отослать спать и все. Что показали тесты на коронавирус? Они показали, что все, как говорится, хорошо. Что-то хочет тебя порадовать, Маша. Вот просит присылать адрес. Ну, хорошо, здесь написать адрес. Инночка, не расстраивайся. Не расстраивайся. Да. Там жалко было. Вы знаете, что, главное, жизнь продолжается, но ничего, ничего страшного. Это, конечно, обидно. Я не представляю, что может действительно случиться с нашими питомцами. Мы очень переживаем всегда. Я хотела переключить, я не могу. Мы сейчас находимся в каком-то ресторане, где проходит как раз конкурс. И вот он все еще не начался. Мы уже в горе. Ну, скоро поедет. Очень хорошо выгодится. Да. О, тут нам присунулся помашу. Привет, дорогой, привет. Помахали, я помахала. И Ванечка помахала. Маша в жюри конкурсах? Да, Оленька, Маша в жюри конкурсах. Огонь у вас костюм. Ну, я вам так скажу. Вот костюм Маши, он очень мне нравится. Маша, помнишь, это Липинская? Липинская, по-моему. Вы знаете, я как надела. Маша говорит, мам, ну это тебе. Причем, когда ей предлагали этот костюм, мы приходили. А что это вы боитесь, что трое детей заболеть? Ой, Левочка пришла. Да, Левочка, я уже ему помахала, а ты только увидела. Поздоровайся с Левой. Левочка, а мы сегодня тоже были на Первом канале. А Лева, это светский обозреватель. Дуась, он всегда там. Балабанова, мне просто... Я уже так отношусь ко всем, знаешь, уже готова обороняться. Потому что мы с такими претензиями. Я уже такая... Когда мне кто-то что-то пишет, я говорю, да вы что, офигели? Говорю, столько денег отправляю, подарков. Вот 27 ноября у меня фея пролистит на три дня. У меня там будет около 100 тысяч рублей буду просто дарить. И плюс будут подарки. Просто нужно сразу подписаться на всех друзей. Все. Леваня, ты почему от меня отписался от моего основного аккаунта? Маша, Маша, сделала надежную передачу на самом деле. А, Маша, тебя спрашивают. Маша, на самом деле, да, там, шикарно сделали. Привет из Красноярска. Отлично выглядите. Лева говорит, здрасте. Лева говорит, здрасте вам, Лева. Ну вот, понимаете, Левочка. Лева почему отписался от Маши с основного аккаунта? Ладно уже, ну вот сказала она, это, Балабанова. Ну и сказала, все, забудем уже. Все хорошо уже. Она уже извинилась. Я у тебя в друзьях, Машуля. Маша, Леван пишет. Маша уже в прострации. Смотрит на сцену. Мать, Леван пишет, я у тебя в друзьях, Машуля. А как это, там есть друзья? Маша. Маша скажет. Леван, мне кажется, что нас бросил. Я реально переживаю. Я его все время смотрю, я с ним на связи. Леван, мы с тобой на связи. Я просто так сильно тебя люблю, как ты перестал со мной общаться. Да, да. Мне реально обидно, это вам-то не знаю. Ты куда смотришь, на сцену? Я просто думаю, потому что я очень Левана люблю. Он реально потрясающий человек. Я не знаю, что ты не хочешь. А то, куда ты смотришь? В прострации. Я говорю о том, что я после ковида начал потерять вес. Вес 62, сейчас 48. У меня трое детей, мне все 23 года. Я не оговорюсь, что вы купите. Значит, послушайте, вы начали терять вес не из-за того. Просто у вас трое детей, это кто хочет потеряет вес абсолютно. Потому что вы с ними возитесь. Вы все время с детьми. Потом вы переболели ковидом. Конечно, у вас потеря веса, это нормально. Ну, кушайте обязательно с детьми. Варите кашу и ешьте. Раз у вас дети уже, вы, наверное, не можете заболеть. Я так думаю. Споки, Любаша. Леванка, я тебя тоже люблю, Машуля. Вы знаете, что, Майя Голустяна, мы в ресторане, где будет проходить конкурс. Громадный зал. Ну, сейчас я вам покажу зал. Вот, смотрите. Вот такая вот сцена. Видите, вот там. Люди пока там гуляют. Ну, вот я вам покажала. Здесь сидят. Для меня жалко, что я не могу теперь камеру переключать. Я бы переключала и показывала. А из-за того, что не могу. Огромное спасибо. Так, что там пишут, что 23 года. Трое детей. Представляете, совсем девочка маленькая. Но говорят, правда, что, а муж-то есть у этой девочки, не знаю. Спасибо, Юлечка. Мы на мероприятии. Сейчас скажу. Богиня красоты России. Сидит жюри Машулечка. Я уже два раза нажимала. Маша, они говорят, два раза на экран нажат. Нет, это переключится, нет? А, прошу. Линочка, Лина, Лин. А можно вас на минутку? А, я вам сейчас покажу просто, смотрите, замечательный фотограф. Скажите, как камеру научиться переключать? Она у меня не переключается. Вообще не переключается. Нет теперь такой функции, представляете? Я кому-то мастер. Это фотограф замечательный. Вот что надо? Нет, раньше было. Это сейчас выведёте, да? Нет, раньше было, теперь нет. Что-то мне, наверное, юмор, даже вытекли два раза, и надо не переключить. Нет, мне как-то не переключается. Да, не переключается. Нет, конечно. У вас же тоже айфон, да? Вы что, не переключаете, не найдёте? Представляете, пропала такая функция. Пропала. Кто-то заглюет сюда. Может быть, перезайти в эфир? Нет. У меня всё хорошо, меня Вселенная бережёт. Вот и хорошо. Значит, всё будет отлично. У вас просто трое детей, вы просто устали, дорогая. Ой, сколько мне цветов по ночам. Вот здесь вот кнопки должны быть. А где эти кнопки? Обновить надо Инстаграм. А-а-а, обновить. А как это обновить, а? А как обновить? Сейчас покажу. Всё, давайте, подожди. Подожди, подожди, подожди. Подожди, подожди, подожди. Ну, подожди, она пахнет. И я себе хочу покажу, Гарри, всё покажу. Скажи! Скажи!